Со школьной скамьи помнится поговорка «Лес поет, кормит, одевает, укрывает, согревает». Можно ли это сказать о Зауралье? Или к нам применима другая пословица «В трех соснах заблудился». Ведь только, наверное, слепой да глухой не понимает, что проблема незаконной вырубки лесов существует не только в России, но и по всему миру. Правда или нет, мы уточнили в региональном департаменте природных ресурсов. Проблема незаконных рубок лесных насаждений на территории лесного фонда Курганской власти является основной проблемой, такой же основной, как и лесонарушение другого характера. В 2015 году было выявлено 402 лесонарушения, в том числе 270 фактов незаконных рубок лесных насаждений. В 2016 году на текущий момент выявлено 236 лесонарушений, в том числе 170 фактов незаконных рубок. Видимо, руководствуясь другой пословицей «Лес по дереву не плачет», браконьеры, если их так можно назвать, в перевод на объемы за 2015 год, в зауральских лесах незаконно заготовили более 4600 кубических метров древесиных хвойных и лиственных пород. В текущем году этот показатель составил уже более 2600. Как говорится, лес не без шакала. Ущерб от незаконных вырубок в 2015 году составил порядка 50 миллионов рублей, в 2016 – 26 миллионов. Основной причиной незаконных рубок является человеческий фактор. Естественно, незаконная рубка – это и как вид незаконной предпринимательской деятельности, связанной и с переработкой древесины, с вывозкой древесины, с ее продажей. Основная масса незаконных рубок происходит на территориях неарендованных лесных участков. К слову, охраной лесов занимается региональный департамент природных ресурсов, а также 12 подведомственных лесничеств, всего 193 лесных инспектора. Они регулярно заняты в мероприятиях по выявлению лесонарушений. С начала года уже проведено около 3000 патрульных рейдов. В 2015 году было выявлено 247 лесонарушителей, в том числе 130 лиц, совершивших незаконную рубку лесных насаждений. В результате работы совместной с правоохранительными органами к уголовной ответственности удалось привлечь 48 лиц. Сумма ущерба, возмещенного лесному фонду, составила 3,1 миллиона рублей. 2016 год не стал исключением. На сегодняшний момент выявлено более 100 подобных нарушений. Шесть человек уже привлечены к уголовной ответственности. Сумма возмещенного ущерба составила 1 миллион 400 тысяч рублей. Работа с правоохранительными органами усиливается. Для выявления незаконной рубки разработаны и утверждены 254 маршрута патрулирования. Протяженность – более 13 тысяч километров. Как говорится, лучше не попадаться. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.